Всем привет! Удивительное растение, обладающее массой полезных свойств, делает его чуть ли незаменимым в лечении ряда серьезных заболеваний. Вред от него не такой уж значительный, а вот польза при умелом применении весьма существенная. Это аморфа кустарниковая, или как ее еще называют акация аморфная, вид рода аморфа. Семейство бобовый, многолетний неприхотливый листопадный кустарник с характерными торчащими колоссовидными соцветиями пурпурного цвета, родом из Америки, Канады и северных районов Мексики. Растение применяется в качестве успокаивающего средства, его используют в одиночку или в сборах совместно с другими седативными травами. Лекарства на основе аморфы отлично устраняют неврозы, такие как А. Вегетативный невроз. Это целая группа заболеваний, вызываемых нарушением функционирования вегетативной нервной системы. Вегетативная нервная система отвечает за процессы, происходящие в организме, которые сам человек контролировать не может. Это дыхание, сердцебиение, сокращение мышечного желудка и кишечника, выработка желудочного сока и реакция зрачков на изменения освещения. В зону ответственности вегетативной нервной системы входит функционирование отдельных органов и их систем, желез, кровеносные системы, обменных процессов, контроль деятельности организма во время сна, восстановление после напряженной работы. Б. Кардионевроз. Это хроническое заболевание, сопровождающееся расстройствами деятельности сердечно-сосудистой дыхательной нервной систем, снижением резистентности организма к физическим нагрузкам и стрессовым ситуациям. В. Пароксизмальная нейрогенная тахикардия. Это вид аритмии, характеризующийся приступами сердцебиения, с частотой сердечных сокращений от 140 до 220 и более в минуту, возникающих под влиянием эктопических импульсов, которые приводят к замещению нормального синусового ритма. Г. Раздражение, озлобление, усиление какого-либо болезненного припадка, например, лихорадки, боли, отдышки, подагры, эпилепсии и легкой степени шизофрении. В состав аморфной акации входит пенетол – это циклический спирт, содержащийся в бобовых. Аморфрутины – это антидиабетический эффект, снижает уровень сахара в крови. Аморфрутины также обладают противовоспалительными свойствами и хорошо переносятся организмом, без побочных эффектов. Флавоноиды, в том числе и аморфин. Терпеноиды – кисло содержащие органические соединения, аминокислоты, пептиды, эфирные масла, витамины В, С, К, микроэлементы и красящиеся вещества индиго. Терапевтические свойства плодов растения определяются аморфином, который оказывает нейротропное успокоительное действие на организм и центральную нервную систему человека. Сам аморфин снотворным эффектом не обладает, но усиливает действие снотворных препаратов. Употребление аморфина приводит к снижению активности коры головного мозга, подавляет высокочастотные ритмы. Помимо этого, аморфин обладает кардиотоническим действием. На основе выделенного из аморфной акации лекарственного растения аморфина создан препарат фрутицин, который ранее широко применяли как успокоительное средство при самых различных невротических состояниях. Однако в настоящее время препараты из этого растения почти не находят медицинского применения, поскольку в практику внедрены более эффективные успокоительные средства. Биологическая активность плодов растения определяется фармакологическими свойствами, входящих в его состав флавоноидов. Аморфин оказывает преимущественно нейротропное действие, а именно тормозит условно-рефлекторную деятельность. Медицинское значение имеют плоды с семенами и цветки растения, содержащие ротиноидные гликозиды. Одним из самых действенных лекарственных средств, из которых является аморфин. Аморфа кустарниковая еще является и превосходным медоносом. Мед и перга, которые собирают во время цветения, обладают теми же лечебными свойствами, что и препараты, изготовленные из нее. В качестве сырья используются плоды и цветки аморфной акации. Плоды собирают в августе-сентябре по мере созревания, когда створки достигают светло-коричневой окраски. Цветки собирают в начале периода цветения. Цветы сушат на открытом воздухе в хорошую погоду или под навесом в хорошо продуваемом месте. Их расстилают тонким слоем на брезенте, рогожной ткани или деревянных полках. Бобы сушить можно в сушилках при температуре до плюс 50 градусов. Степень готовности определяется, когда стручки бобов становятся очень ломкими. Целебные качества сохраняются не более двух лет. В народной медицине применение сырья аморфы развито довольно широко. Для самостоятельного приготовления успокаивающего отвара из аморфы следует взять 1 столовую ложку сухих цветков или семян, залить их одним стаканом кипятка и поставить на 10 минут на водяную баню. Затем отвар растужают и процеживают. Принимать 3 раза в день за полчаса до еды по 50 миллилитров. Аморфа входит во многие рецепты настоек от нервов. Вот, например, есть один популярный рецепт. Берете по 20 грамм аморфы и пассифлоры, 50 грамм заманихи, 15 грамм пустырника. Все это перемешивается. Добавляется полторы-две столовые ложки меда и 350 миллилитров спирта. Настаивают месяц в затемненном месте. Принимать трижды в день до еды по 1 столовой ложке с разбавленной водой. Несмотря на всю полезность растения, при наличии тяжелых сердечных заболеваний, принимать лекарства рекомендуется очень осторожно, поскольку превышение доз может негативно отразиться на состоянии сердца и на здоровье в целом. Дополнить медикаментозное лечение неврозов, эпилепсии, вегетососудистой дистонии и спазмофилии отварами аморфы можно, но только после врачебной консультации. Запрещено употреблять детям до 16 лет, беременным женщинам и в период лактации. Берегите свое здоровье и здоровье близких. Лечитесь только народными средствами. На сегодня все, всем спасибо и пока-пока!